Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу три маски и покажу, как сшить одну из них. Так как сейчас идет сезон разных вирусов, сезон аллергии, я предлагаю вам отшить и носить себе маску, либо же приобретать в каких-то спецучреждениях. Сейчас у меня на руках три маски. Первую маску я отшила сама. Я вам дам подробный мастер-класс, как я это сделала. Внутри идет кармашек, там марлечка лежит. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Маску резинка, которая идет 20 см. Мы накидываем себе на голову. Теперь вторую сторону. Вот так вот маска смотрится на лице. Мне очень комфортно дышать, чувствуя себя в ней очень комфортно, прекрасно. Мне нравится то, что маска получилась достаточно широкая. В принципе, вы можете ее шить как стандарт. Она подойдет как для женщин, так и для мужчин. Если же вы хотите отшить детскую маску, то я вам советую здесь понемножку, по несколько сантиметров срезать. Ну и, конечно, накладывать на лицо ребенка, чтобы отмерять, какую ширину маски вы хотите. Теперь я бы хотела показать вам вторую маску. Я эту маску очень сильно люблю. Она у меня уже, наверное, на протяжении 7-8 лет. Она многоразовая, я ей пользуюсь. И это идет особенная маска. Мы ее покупали в корейской компании, которая занимается турмалином. И, в общем, эта маска отлично помогает от аллергии. И я ее очень люблю и ношу. Вот так как-то вот выглядит все. Очень удобно, что здесь есть... Очень удобно то, что на маске есть вот такие вот стопоры, что можно регулировать. Поэтому, вот кому нравится, вы можете себе вот такую вот идею взять и отшить себе такую вот маску. Получается, с изнаночной стороны вот здесь вот идет такая ворсичная какая-то ткань, похожая на полотенце. И вот она вот так вот закрывает, получается, ротик. Я это показываю просто как возможную идею для пошива другого дизайна маски. Если вам интересна эта маска, то я могу вам ее поблизости как-то сфотографировать и отправить в ваши соцсети. В общем, выглядит эта маска вот так вот. И теперь хотела бы показать вам другую маску. Она идет как бы более профессиональная. Здесь резинка идет совсем другая. И смотрите, она прикреплена степлером. Здесь вот идет степлер с наружной стороны. Ну, как бы тоже эту идею можно взять. И вот она закрывает только вот эту вот переднюю часть. В общем, вблизи маска выглядит вот так вот. Смотрите, здесь вот идет как маленькая вентиляция, что можно дышать удобно. Вот это вот мой пальчик. Вот эта желтая приподнимается, и вот через нее поступает воздух. Вот. Ну и достаточно туго она сидит на лице. Смотрите, это для носа. С изнаночной стороны вот отверстие, через которое идет воздух. Для того, чтобы намочить первый вариант маски, нам необходимо белую ХБ ткань. проутюжить и сложить пополам. Как я делаю сейчас. Получается, у меня здесь сейчас два слоя ткани. Это у меня идет здесь от сгиб. Теперь от сгиба я откладу 15 см. Теперь берем основу нашей маски. Накладываем поверх ткани. Откладываем нашу длину масочки. Но теперь от сгиба мы откладем 13 см. Не 15 см, а 13 см. Откладываем 13 см и вырезаем. Теперь необходимо основную ткань убрать в сторону. Взять наш второй прямоугольник. И необходимо подогнуть шов один раз и второй раз. И вручную, если у вас нет швейной машинки, вручную вам необходимо сделать здесь стежки. Вот таким образом в готовом виде у вас должна быть строчка. Одна строчка. Точно так же мы проделываем со второй стороной. Подгибаем один раз и второй раз. И прокладываем строчку. А после этого берем нашу маску, нашу основу. Можно ее проутюжить еще разочек. Берем нашу вторую детальку, которую мы только прострочили. Проутюжилая шов. И теперь изнаночной стороной, где шов идет внутри, положить наверх. Соединяем серединку с серединкой маски. Если у вас есть английские булавочки, то закалите вот этот шов. Верхний наш шов маски и нижний шов нашей маски. Мы берем и подгибаем так вот в несколько раз. И мы здесь проложим сейчас с вами строчку. Строчку до конца. Если у вас нет швейной машинки, еще раз повторюсь, то что это можно сделать вручную. Обычными стежками. Обработала я наши срезы. Получается, все здесь уже готово. Осталось боковые швы основной нашей маски обработать. Делаем точно так же. Опять мы это все подворачиваем. И делаем опять строчку. И в конечном итоге мы пришьем вот такую вот резиночку. У меня в наличии только вот такая вот широкая резинка. Если вы можете приобрести себе вот такую тоненькую резиночку, бывают такие тоненькие, то, конечно, лучше приобретать потоньше. Теперь берем резинку и пришиваем к нашей маске. Получается, внутри я ее так заложила. И вот с лицевой стороны она выглядит вот так вот. Верхняя резиночка у меня 29 см. Нижняя резиночка у меня 20 см. Маска у меня получилась достаточно широкая и длинная. Если кого это не устраивает, то, конечно, пару сантиметров можно убрать по бокам и немножко снизу, например. Ну, это все зависит от лица и от того эффекта, которого вы хотите добиться. Берем марлю либо бинтик и сделаем несколько слоев. Я думаю, что слоя 4-5 будет достаточно. После использования, конечно, мы это выбросим с вами марлю, а маску постираем. Тем самым можно обезопасить себя от нежелательных вирусов и защитить себя от аллергии. Теперь мы берем нашу маску и засовываем нашу марлечку вовнутрь. Все здесь хорошенько расправляем, все поправляем. И вот у нас, получается, идет основная ткань маски. Марлечка, бинтик, несколько слоев и изнаночная ткань кармашек. Если вам понравилось это видео, если вам понравился мой маленький мастер-класс, то поддержите меня лайком, пишите мне ваше мнение в комментариях, мне будет очень приятно их почитать. Всем я желаю вам крепкого здоровья, счастья, берегите себя и своих близких, используйте маску. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok